Новый проспект, полтяжелого веса на подходе. Магомед Анкалаев возвращается в дело на турнире UFC 267 против Волкана Оздемира. Анкалаев уже зарекомендовал себя как опасного бойца с хорошей борьбой и сильными панчами. Ему стоит еще провести несколько поединков и он уже может иметь право претендовать на титульный бой против Поляка. Всем привет бойцы, с вами канал Белару Дой ММА и в этом видео я разберу бой и дам прогноз о поединок Магомеда Анкалаева и Волкана Оздемира. Но и при началом данного ролика я как обычно попрошу потратить вас 10 секунд для того, чтобы подписаться на канал и поставить лайк. Ну а мы погнали. Проспект из России является одним из самых ярких восходящих звезд в полтяжелом весе. Практически каждый бой с участием Анкалаева запоминается зрителям как один из самых красочных поединков карда. Рекорд Магомеда в UFC насчитывает 6 побед и 1 поражение. Дагестанец проигрывал дебют Полу Крейгу, но затем вышел на победную серию. Жертвами полтяжелого веса из Махачкалы становились Марчо Прахнио, Калицинабрео, Балча Лунги Абула и дважды Ион Куцелаба, ну и соответственно Никита Крылов. Последний бой Анкалаева получился не слишком насыщенным, но главное, что ему удалось пройти сложного соперника и подняться в рейтинге. Всего Анкалаев провел за карьеру 16 поединков и в 15 из них становились удачными для магии. Россиянин оформил 9 нокаутов, а вот саммешанов на его счету нет. Анкалаев не отличается джинсерскими навыками, но при этом в партере он довольно-таки успешен за счет классической борьбы. Анкалаев любит работать длинными комбинациями, которые как правило завершают жесткими киками. У дагестанца быстрые ноги и оппоненты далеко не всегда успевают реагировать на такие удары. Учитывая, что Оздемир базовый ударник с плохим партером, Магомед может попробовать переводить швейцарца и контролировать его там весь бой. Ветеран из Швейцарии своим примером доказывает, что без регулярного прогресса невозможно удерживаться на высоком уровне. Еще в 2018 году Оздемир был претендентом на титул UFC в полутяжелом весе, а сейчас он лишь восьмой номер рейтинга с кучей поражений. Волкон эффектно появился в американском промоушене, выдав три победы к ряду, но с ростом уровня оппозиции. Оздемир стал регулярно проигрывать, а в его технике было замечено немало пробелов. В период с января 2018 по июль 2020 швейцарец уступал всем топам этой весовой категории. К примеру, Иржи Прохаско, Энтони Смит и Доминик Рейс. Хотя есть у него одна победа над настоящей акулой полутяжелого веса. Это Александр Ракич, но данный бой был очень спорный и до сих пор некоторые фанаты считают, что этот поединок выиграл именно Александр Ракич. С рекордом 17-5 Оздемир заслуженно находится в десятке сильнейших претендентов полутяжелого дивизиона. Но совершенно ясно, что Волкон больше никогда не сразится за титул. Оздемиру повезло получить титул в 2018 году, когда полутяжелый дивизион находился в критичном положении. Однако у швейцарца нельзя отнять его воинственности и ударной мощи. Если смотреть ему за спину, то можно здорово обжечься. Волкон нокаутировал 12 противников и эту информацию Анкалаеву стоит все время держать в голове. Оздемир базовый кикбоксер. Он провел в этом виде спорта аж 5 поединков. 5 из них выиграл до прихода в ММА. Волкон некоторое время изучал бразильское джиу-джитсу, но партер до сих пор остается его ахиллесовой пятой. К тому же хочется отметить, что бывший претендент 4 раза проиграл досрочно. У Анкалаева есть неплохие шансы финишировать Оздемира. Россиянин уже понял, что стратегия контратаги дает свои плоды в боях с такими же тяжами, как и он. Анкалаев будет давить на Оздемира, выманивая его на сближение и провоцируя проваливаться вперед. В случае необходимости он без каких-либо трудностей должен переводить противников в Паттер и изматывать его на протяжении раунда. Ему некуда торопиться и он понимает, что Волкон точно не удивит его какими-либо опасными сериями или своими навыками борьбы. Магомед сделает все, чтобы создать впечатление того, что он работает первым номером. В таком случае Оздемир будет атаковать все опрометчивее и нарвется на встречной прямой. И как мы знаем, если Оздемир идет вперед, он забывает про защиту. Это мы могли видеть в бою против Прохаски. Анкалаев на голову выше Оздемира по всем показателям, вроде физической силы, стойки и выносливости, тоже на его стороне. Важно понимать, что Магомед не просто так застаивается перед своими оппонентами. Он моментально реагирует на любую ошибку и наносит резкую силу ударов по открытой зоне. Куцелаба не даст соврать. Он способен перебить Волкана на ногах уже в первых двух раундах. Но как мы знаем, Анкалаев осторожный боец. Россиянин будет ждать ровно столько, сколько потребует ситуация и его грамотные секунданты. В 2017 году руководство UFC возлагало большие надежды на перспективного швейцарца, который уничтожил Мишу Циркунова всего-то 28 секунд, а также беребил опаснейшего в тот момент Овиса Сен-Плю. Оздемир тут же получил титул шанс, но дальше все пошло под откос. В бою с Кормье космическая раненца в классе была видна невооруженным взглядом. Далее Волкан проиграл Рейсу и Смиту, а в последнем бою и вовсе не смог выдержать. Прыснинга про Хаски и улетел в нокаут уже во втором раунде. Сложно предположить, что он выкинет что-то неординарное. Скорее всего, для начала Оздемир попробует провести разведку в боксерской стойке, но через некоторое время он поймет, что его лучший вариант это молниеносный клинч. Анкалаев будет не против такого развития боя, так что мы с вами вряд ли увидим затяжные зарубы на кулаках. Волкан практически не будет использовать свои не самые быстрые удары ногами. Скорее всего, он будет опасаться быстрого перевода в партер. Швейцарец вряд ли верит в то, что он сможет нокаутировать Анкалаева, так что он просто постарается беречь силы и растягивать бой. При всем уважении к прошлым выступлениям Волкана в других мировых промоушнах, давайте будем честны, в этот раз Оздемира мало шансов на победу. Он должен прессинговать Анкалаева все три раунда и не терять в темпе и после клинчей. Скорее всего, ему просто не хватит кардио на все 15 минут, ведь он не умеет распределять силы, так как это делает Анкалаев. Магомед куда умнее и хладнокровнее своего противника. Так что именно он будет оказывать давление и контролировать ход вне заместимости от того, каким номером он будет работать. Главная проблема Волкана это его слабая защитная техника и опущенные руки. Особенно если учесть, что в этот раз он входит в октагон с элитным контрпанчером. Анкалаев продолжает набирать обороты, побеждая одного соперника за другим. Магомед не проигрывал с марта 2018 года и пока что предпосылок для повторной неудачи нет. А вот Оздемир стал уступать практически всем элитным оппонентам. За последние несколько лет в его активе лишь одна спорная победа над оппонентом из первой тройки. К тому же неизвестно, сможет ли швейцарец вернуть былу психологическую форму после тяжелого нокаута от Прохаски. Я думаю, что у Анкалаева не должно возникнуть проблем в предстоящем бою. Скорее всего мы увидим досрочную победу россиянина и скорее всего это будет нокаут. Магомед сочетает в себе потрясающую технику борьбы и крайне плохую ударку. Как ни странно, к борьбе он прибегает куда реже, что и выделяет его из толпы соотечественников. Нокаутирующая мощь у Магомеда есть. Кики он применяет достаточно редко, но они имеются в арсенале Анкалаева. Выносливость также можно занести в список сих сторон бойца. Каким-либо топовым навыкам же Магомед не наделен. Тем не менее, тот склад бойцовских параметров и интеллекта, который заложен в дагестанце, позволяет ему спокойно в будущем претендовать на бой с королем полтяжелого веса. А как вы считаете, Магомед сможет пройти Аз Демира? Ваше мнение я жду в комментариях. Ну а с вами был канал Беларус Той ММА. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.